всем привет сегодня рассмотрим следующий язык из топ-20 языков программирования и это у нас java script и сегодня вы услышите вкратце что это такое за java script основные архитектурные черты также что умеет java script где он используется вот немного о сборке мусора вот и и и и область применения конечно же им парочку примеров вот и посмотрим на простую пару строчек кода на простых пару строчек кода вот итак приступим java script это у нас мульти парадигменный язык программирования вот поддерживает объектно ориентированные императивные и функциональные стили наиболее широкое применение находит в браузерах как язык сценариев для придания интерактивности веб-страницам вот основные архитектурные черты это динамическая типизация слабая типизация автоматическое управление памятью прототипное программирование функции как объекты первого класса вот на java script казали влияние многие языки при разработке была цель сделать язык похожим на джава но при этом легким для использования не программистами языком java script не владеет какая-либо компания или организация что отличает его от ряда языков программирования используемых в веб-разработки я вас крипт изначально создавался для того чтобы сделать веб-странички так сказать живыми вот и программа на этом языке называются скриптами в браузере они подключаются напрямую к html и как только загружается страничка сразу же выполняются то есть программы на java script это обычный текст и они не требуют какой-то специальной подготовки в этом плане java script сильно отличается от другого языка который называется java который мы рассматривали в предыдущем видео вот java script может выполняться не только в браузере а где угодно ему нужна лишь специальная программа называемая интерпретатор процесс выполнения скрипта называется интерпретацией современные интерпретаторы перед выполнением преобразует java script машинный код или близко к нему оптимизирует а затем уже выполняет и бывает так что даже во время выполнения стараются оптимизировать поэтому java script работает очень быстро есть такое мнение мое же мнение что он не очень быстро работает но все зависит от рук программиста и так что же умеет java script современный java script это безопасный язык программирования общего назначения он не предоставляет низкоуровневых средств для работы с памятью процессором так как изначально был ориентирован на браузеры в которых это и не требовалось вот что же касается остальных возможностей они зависят от окружения в котором запущен java script в браузере java script может делать все что относится к манипуляции со страницей взаимодействие с посетителем и в какой-то мере с сервером а вот то есть это у нас создавать новые html теги удалять существующие менять стиль и прятать показывать элементы реагировать на действие пользователя обрабатывать клики мышки курсора перемещения нажатия на клавиатуру и т.д. и т.п. также посылать запросы на сервер и загружать данные что очень важно без перезагрузки вот это вот технология которая позволяет загружать данные посылать запросы загружать данные без перезагрузки страницы называется ajax вот вот так называется эта технология ну и многое другое так что java script не умеет java script быстрый мощный язык но браузер накладывает на его исполнение некоторое ограничение это сделано для безопасности пользователя чтобы славомышленник не мог с помощью java script получить личные данные или как-то навредить компьютеру хотя всякие кулхацки подменяют обычные java script и то есть обычные стандартные скрипты на свои скрипты и все равно делают неприятности вот вот но этих ограничений нет там где java script используется вне браузера например на сервере есть такое и довольно популярно вот то есть можно сказать так большинство возможностей java скрипт браузера ограничены текущим окном и страницей вот чем уникальность java script а ну как минимум три особенности можно выделить это полная интеграция с html и css простые вещи делается просто и поддерживается всеми распространенными браузерами и он включен по умолчанию ну и также на java скрипте пишутся костыли так называемо да то есть то что нельзя сделать с помощью html и css делается с помощью java скрипта а вот и кстати да есть такое мнение что своим появлением java script обрушил порог входа в профессию программиста практически до нуля и человек практикующий java скрипт иногда даже не называется программистом а приравнивается к верстальщикам потому что очень много всего просто можно и не знать и брать и начинать программировать на java скрипте вот кроме того что java скрипт позволяет писать жуткий как а код ну я так называю чуть по другому называется вот не задумываясь о правилах видимости переменных количестве аргументов и прочих тонкостях строгих языков он же знаменателен тем что позволяет создавать очень и даже очень красивые вещи вот но все зависит от рук человека который пишет код java скрипт или жаба скрипт 11 но версии 11 был написан в netscape за 15 дней и никто особо не переживал из-за глобальных переменных или тем более из-за того что данные скриптах представлены как строки достаточно было и того что на страницах выполнялись какие-то действий при нажатии мышкой на какие-нибудь кнопки вот последний раз то есть java скрипт оказался в центре вот такого всеобщего внимания после появления google maps когда каждый получил возможность посмотреть на свой дом и двор со спутника все вдруг узнали что помимо всяких там двигающихся текстов можно использовать java скрипт для взаимодействия с сервером выновляя я не всю страницу а только ее небольшую часть несмотря на схожий с си синтаксис java скрипт по сравнению с языком си имеет коренные отличия вот поэтому как бы схожесть она есть но как бы там функции как объекты первого класса автоматическое приведение типа что очень и очень плохо на мой взгляд автоматическая сборка мусора анонимные функции по поводу сборки мусора java скрипт выделяет память когда нечто создается и автоматически когда созданное больше не используется освобождает ее в ходе процесса называемого сборкой мусора это вроде бы автоматическая природа освобождение ресурсов вроде бы я подчеркиваю автоматическая природа освобождение ресурсов является источником путаницы и дает разработчикам использующие java скрипт ложное ощущение того что не могут совершенно не заботиться об управлении памятью это очень большая ошибка поэтому полностью полагаться на него нельзя и нужно изучить я советую изучить статьи посвященные утечкам памяти в java скрипте если конечно же вы решили программировать на java скрипте вот в языке отсутствуют такие полезные вещи как модульная система java скрипт не предоставляет возможности управлять зависимости и изоляции областей видимости стандартной библиотеки нету частности отсутствует интерфейс программирования приложений по работе с файловой системы управлению потоками ввода-вывода базовых типов для бинарных данных также станут отсутствует стандартные интерфейсы к веб-серверам и базам данных и отсутствует систему управления пакетами которая бы отслеживала зависимости и автоматически устанавливала их вот java скрипт все и и идентификаторы регистра зависимых называемых переменных можно использовать буквы подчеркивание символ доллара арабские цифры название переменных не могут начинаться с цифры ну и т.д. область применения это веб-приложение далее букмарклиты то есть это небольшие программы размещающиеся в закладках браузера далее пользовательские скрипты браузер серверные приложения мобильное приложение виджеты прикладное программное обеспечение к примеру 16 процента исходного кода mozilla firefox написано на java скрипте далее манипуляция объектами приложений то есть сценарий java script поддерживается таких приложений как adobe adobe photoshop древьювер иллюстратор и так далее то есть далее офисное приложение ну и обучение информатики по поводу безопасности здесь не все так хорошо java script позволяет потенциальным автором вредоносного кода как я говорил выше запускать его на любом компьютере сети для этого достаточно открыть на нем веб-страницу либо подменить ссылочку на правильную веб-страницу либо подменить java script вот ну и вот у меня на канале есть видео обзоры такой ртс стратегии то есть стратегии в реальном времени для программистов называется скрипс либо я их называю крепыши вот скрипс вот так вот так вот там вся логика управления этими крепышами производится с помощью джава скрипта то есть полностью весь код всю логику пишем на джава скрипте если вы не видели обязательно посмотрите скрипс или ищите крепыши вот на русском языке ну и много где java script используется да как клиент сервер то есть это не обязательно браузеры это вот хороший пример эти крепыши клиент мы сидим пишем всю логику у нас тут они ползают строят воюют вот все это уходит на сервер сервер обрабатывает ну и так дальше ну и что еще осталось осталось еще быстренько 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 клянуть на такой примерчик вот у нас java script но джейс есть разные различные вариации есть но джейс есть еще какой-то джейс еще какой-то и еще какой-то джейс это различные там интерпретаторы но возьмем но джейс он довольно популярный и много где используется ну вот вот типичная программа да давайте напишем еще хэллоу вот как вы видите здесь нет никаких подключаемых модулей здесь просто тупо кусок текста который отправляется интерпретатору а интерпретатор это все уже выполняет ну вот мы на консоль выводим вот как вы видите вот такую информацию вот куда-то очень плохо бар почему плохо а потому что неизвестно какой тип для интерпретатора он будет потом известен он будет выведен на этапе интерпретирования что-то int но какие могут быть проблемы да вот вот такие дальше у нас x резко стал строкой вот так вот и и ничего с этим не поделаешь вот давайте выполним выполнили его до этого было целочисленным потом она стала строкой с одной стороны да удобно но с другой стороны это потенциальные ошибки в будущем когда много текста и ты ты плохо ориентируйся какого же типа до этого было плюс это где-то накладные расходы но зато есть простота в написании этого кода все легко и просто и программист вообще не задумывается о том что он иногда делает но на самом деле java script это java script и придираться к нему особо не стоит потому что он выполняет некоторые вещи очень красиво и элегантно вот это я могу придираться потому что я там для меня это основной сиси плюс плюс но если взять объективно java script не такой уж и плохой язык поэтому вот просто кусок текста также java скрипт вот моих видео увидели я использую пяти и да и так вот как расширение как новое в плите уже как оно давно уже новое но там есть такая штука как qml вот qml плюс пути и плюс java script то есть пути плюс qml и плюс java script позволяет писать кросс платформенные пользовательские приложения не используя си и си плюс плюс а вот в данном случае так ведь и sdk у него есть декларативный язык qml и java script писать всю логику qml это мы рисуем странички там ну и странички всякие кнопочки картиночки и т.д. и вот на этом можно писать и последнее время qt sdk и плюс qml и плюс js то есть специалисты требуются до последнее время есть востребованность по этим специалистам вот поэтому на сегодня все ставим лайки подписываемся обязательно подписываемся подписка влияет на популярность канала это в свою очередь влияет на количество и качество роликов поэтому всем спасибо за внимание всем пока